Высказывайте своё мнение, кто участвует в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены истине. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Добрый день, дорогие друзья. В эфире такой неочередной выпуск неполиткорректного ток-шоу. Его ведущий Анатолий Червец. Вы нас можете слышать на волнах 14.30 а.м. 99.1.10 FM. Видеть и слышать нас на нашей страничке Facebook Radio NVC. На нашем YouTube-канале Radio NVC. Зайдя на этот канал, вы знаете уже, мы не перестаем это напоминать. Пожалуйста, зарегистрируйтесь, если вы еще этого не сделали. И вы также можете нас слышать на нашей веб-страничке Radio NVC.com. Кроме этого, вы можете, загрузив бесплатное наше приложение на свои iPad и iPhone, слушать нас через эти гиджеты напрямую. Ну, или если у вас используется платформа Samsung или Android, то, пожалуйста, через ваш браузер на этом гиджете выйдите, пожалуйста, на нашу страничку Radio NVC.com. И также будете нас прекрасно видеть и слышать. Ну вот, вроде бы все орг-вопросы завершены. Теперь хотел бы сделать парочку таких небольших объявлений. А сегодня, как обычно, в 2 часа дня, ну, немножко сразу после рекламного блока, то есть где-то в районе 2.05-2.07, у нас в эфире будет программа Алексея Орлова «Моя Америка». После чего, опять же, наш эфир продолжит программа «Народная трибуна». Пройдет она, как обычно, с 2 до 3 часов. Ну, и потом вы услышите советы и от нашего адвоката Лоры Голуб, и от нашего врача ветеринарной медицины Макса Илюхина. Ну, и завершает или завершит наш эфир встреча с Игорем Гузманом, мэром городом Мастеров. Ну, вот примерно вот такая программа на сегодняшний день. Ну, а завтра будут небольшие изменения. То есть в 12 часов дня выйдет, как обычно, программа Юрия Гимельфарба. В гостях у Юрия будет человек, о котором мы узнаем от самого Юрия завтра. После этого у нас будет двухчасовая программа неполиткорректного ток-шоу, где мы будем иметь достаточно времени обсудить всякие наши вопросы, темы, ответить на вопросы друг друга, может быть, просто пообщаться. Так что завтра в час дня, где-то в час 05, пожалуйста, подключайтесь на всех ваших гаджетах, включая ваши радиоприемники, и будем с вами общаться. Целая двухчасовая передача, после чего братья Эдуард и Геннадий Брумер выступят со своей программой Полинформания. Ну и дальше, в общем, у нас, как по нашему графику, все будет в порядке, будет представитель салона SPA, Bella Sun America SPA. В общем, будет очень интересно, если я не ошибаюсь, будет даже встреча с нашим адвокатом Ириной Камеристой. В общем, дорогие друзья, у нас для вас, я считаю, замечательные, интересные программы, которые мы готовим всегда с радостью, всегда с интересом. И, к счастью, к нашему счастью, вы действительно достаточно здорово и даже очень здорово нас поддерживаете. Нам об этом говорят все те просмотры, которые вы используете в нашем канале YouTube, в наших архивах. Поэтому спасибо вам огромное за всю ту поддержку, помощь, которую вы нам оказываете. Это действительно очень и очень приятно, уже не говоря о том, что достаточно здорово знать и осознавать именно то, что мы говорим или вещаем здесь в нашей радиорубке, так называемой, не в пустоту, а действительно все-таки общаемся с нашими уважаемыми радиослушателями. Вот. Так что готовьтесь. Замечательные три дня еще на этой неделе. То есть сегодня, завтра, пятница. И, в общем, будет интересно, будет замечательно. Ну, а теперь у нас именно вот в этом сегменте не так много времени. То есть у нас осталось где-то примерно минут, я думаю, минут 20-25, где-то так. Поэтому, что бы я хотел сделать? Мне просто ради интереса услышать, действительно услышать ваше мнение. Не так, чтобы я говорил, как говорится, вот в одну сторону, игра в одни ворота. Я хотел бы услышать ваше мнение по поводу того все-таки, что сегодня затрагивает умы, души и сердца всех живущих в нашей стране, без исключения, я понимаю так. Просто есть такое двоякое мнение. Вот то, что сказал президент Трамп по поводу вот этих четырех так называемых представителей. Почему я говорю так называемых? Потому что нет, вот не могу я относиться с уважением к людям, которые, во-первых, неуважительно относятся к моей стране, а, во-вторых, которые неуважительно относятся к моему президенту. И вот поэтому я так вот их называю, то есть я не пытаюсь ехидничать, я просто высказываю вот лично свое личное отношение к этим четырем дамам, которые, по-моему, уже, ну, либо просто зарвались, находясь на своих постах, либо просто не понимают, что они вытворяют. Итак, значит, пожалуйста, ваше мнение по поводу того высказывания, которое сделал Трамп на Твиттере, ну, и потом в некоторых интервью по телевизору. Поддерживаете ли вы его в том, что он сказал? Или же вы считаете, что он как бы переступил вот эту грань дозволенного? И если да, то почему? Наш номер телефона в студии 847-400-5200. Пожалуйста, звоните, высказывайте мнение. Опять же, сомнениями никто никогда, по крайней мере, я никогда не спорю. Поэтому не стесняйтесь, не бойтесь. Просто позвоните, скажите свое мнение, как вы относитесь вот именно к этому, к этой ситуации. Вот. Ну, а пока вы решаетесь, собираетесь с мыслями, хочу вам объявить такую небольшую, сделать такое небольшое объявление по поводу криминальных событий в нашей стране. Ну, во-первых, вот буквально перед тем, как я вышел в эфир, сегодня в городе Нью-Йорк, в районе Бруклин, Бруклинский суд признал Эль-Чапо, ну, Гузмана. Будем говорить так, Ваким Гузман. Это вы, я думаю, все прекрасно знаете, кто это такой. Это человек, который занимался наркоторговлей, который занимался нарко-трафиком, нарко... прошу прощения, трафиком людей, который стоит за многими-многими сотнями убийств, которые происходили в Мексике. Вот у нас есть звонок, давайте примем, потом продолжим. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Умажаемый Анатолий, мне кажется, что он совершенно прав. Потому что, во-первых, когда его выбрали, даже как бы рожденные здесь граждане заявили, что они срочно уедут в Канаду в связи с тем, что выбрали непонравившую имущество человека. А во-вторых, ну а что, если они ненавидят, они заявляют, что они любят эту страну, но они делают все, показывая, что они ее ненавидят. Понимаете? Да. Значит, они ее хотят переделать в коммунистическую. Так почему они это делают здесь, там, где люди этого не хотят? То есть они делают это в своих странах? Тогда, Варвар, а можно, я вам хочу задать вопрос. Кстати, этот вопрос я буду задавать каждому, кто позвонит. Пожалуйста, готовьтесь. А вы считаете, что они хотят создать в этой стране вот этот социализм? Вы считаете, что они знают вообще, что такое социализм? Они думают, что они знают. Они думают. Что они знают, я не знаю. Но они считают, что они знают. Им промыли мозги в разных местах. Я думаю, что в школу они здесь не ходили. Те, которые приехали, уходили в своих странах. Что им там вложили в голову, я не знаю. Но они хотят все бесплатно. Окей, тогда еще один вопрос. А что бесплатно только бывает в машеловке? А вот вы, скажите, пожалуйста, вот мне просто действительно, а честно, интересно, не потому что я там пытаюсь вас как-то, ну, затруднить с вашими ответами, но вот вы считаете такую, что эти люди, они просто хотят, вот как вы говорите, все бесплатно, чтобы здесь был просто рай на земле, и все везде бесплатно? Или они хотят именно построить социалистический строй? Потому что вы понимаете, что это... Так это для них одно и то же. Не, вот видите, вот тут я вас поймал. Для них это одно и то же. Мы это понимаем прекрасно, что, во-первых, бесплатно не бывает, а во-вторых, мы знаем, что такое социализм на своих трусах на шкуре. Так вот я же спрашиваю, смотрите, я вам объясню, почему. Они думают совсем другое, что социализм это... Они думают, что это самое лучшее общество. Нам тоже когда-то внушали, что это самое лучшее общество. Помните такое? Окей, я помню, но дайте мне задать вам еще один вопрос. Вот смотрите, почему я задаю этот вопрос? Очень много, большое, огромное количество молодежи, они действительно на сегодняшний день, это такое поколение, они хотят все бесплатно, они хотят все задарма, и чтобы палец о палец не ударять. Но вопрос, понимает ли вот эта молодежь, которая хочет все бесплатно, что вот это бесплатно приходит с ценой. И цена, мы сейчас не говорим о финансах, а мы говорим о том, что им придется, как говорится, сдать или отдать. Сотеревшие свободы. Вот как вы считаете, вот они хотят просто все бесплатно. Они этого не понимают. Вот. Знаете, один человек говорит, что Америка это страна непуганных, а дальше подставить писать, я скажу, все обидятся. Я понимаю, да. Я всегда это называю непуганной газели, так, чтобы никому не было обидно. Да, да, но вы понимаете, что они все там продолжают, но неважно. Но то, что непуганные, это точно, потому что они ничего не знали. Они даже... Но воевать они не воевали. Они в войне не отстаивали свою свободу. Понимаете? Понимаю. Они не знают, что такое. Оно им дано сверху. А то, что дается, как говорится, без всякого труда, оно не ценится никак. Я просто... Почему я вам задал этот вопрос? Так получилось, что вы позвонили первым. Потому что я этот вопрос буду задавать всем. Почему? Я хочу еще раз, чтобы люди... Понять, что они хотят. Нет, я понимаю, что они хотят. Я хочу, чтобы люди услышали это не от меня. Вот некоторые люди считают, что я занимаюсь пропагандой. Чтобы люди услышать... А что это плохого? Почему демократом можно пропагандой заниматься, а нам нет? Потому что мы лучше, чем они. Ними надо бороться. Да. Бороться надо. Они сидят, ложатся в лапки и ждать, пока нас подвесят на первой гилке. Нет, есть, знаете, есть такое понятие, два неправильных не делают правильно. Это не физика. Поэтому мы должны бороться, но мы должны бороться... ...то, что на самом деле есть, а не ту демагогию, которую они разводят. Окей, спасибо большое. Есть еще один звонок. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый? Да. Много, конечно, времени посвящались этим четырем, но самое главное не в них. Но самое главное то, что Пелотя дала целую пресс-конференцию по этому вопросу. И Палата Конгресса голосует по поводу этому, Трамп расист или не расист. Это первое. Второе. Не надо делать из этих девочек, что они ничего не знают про социализм. Это достаточно жлобные, целеустремленные люди. Они знают, что делают. И еще одно событие, Анатолий. Буквально сегодня, или вчера или сегодня, Конституционный суд Украины по поводу вопроса декоммунизации, название улиц, там, память и так далее, признал социализм и коммунизм и фашизм однозначно одно и то совершенно одинаково. Разница только в том, что над фашизмом был не оренверский процесс, а над коммунизмом еще нет. Но надо помнить. Я прошу прощения. Секундочку, секундочку, секундочку. Давайте мы это будем делать в виде диалога. Но вот я объясню, почему я с вами не согласен. И с ними тоже. Потому что они употребляют слова, которые... Это популистские слова. Потому что фашизм и нацизм это две большие разницы. Поэтому называть... Я ни одного слова про нацизм не сказал. Нет, вы сказали, что они... Юль, вы сказали, что они называют нацизм, социализм, коммунизм и фашизм как одно и то же. Разница только в том, что... Я понимаю, поэтому я вам говорю. Вот я с ними не согласен. Почему? Потому что фашизм это экономический строй. Просто мы привыкли слушать, живя в Советском Союзе, отождествление фашистов и нацистов как одно и то же. Но это ведь не так. Нет, Анатолий, простите. Да. Фашизм и коммунизм. Нацизм... Нацисты здесь вообще не присутствуют. Окей, еще раз. Вот Украина... Это ваши слова. Украина признала, что фашизм, социализм и коммунизм это одно и то же. С разницей только в чем... С разницей в чем? С разницей в чем, Юрий? Не разница в чем, это уже я добавил. Да, да. Но фашизм был Нюрненбергский процесс, а над коммунизм не было. Так вот я поэтому и сказал вам, что я с вами не согласен. Нюрненбергский процесс был не над фашизмом, а он был над нацизмом. Вот в чем дело. Вот почему я сказал, что я с вами не согласен. Ну, ну, может быть. Может быть, может быть. Понимаете? Вот, то есть, вы поверьте, я понимаю прекрасно, о чем вы говорите, но... Простите, Анатолий, а не стоит фашизм Нюрненбергского процесса? А почему фашизм стоит Нюрненбергского процесса, а коммунизм... А социализм нет? Ну, вот смотрите, если у нас есть, допустим, страна, в которой экономический строй капитализм, да? То почему над фашизмом нужно... Почему над фашизмом нужно устраивать Нюрненбергский процесс, а над капитализмом нет? Ну... А вот скажите. Вот ну, я понимаю. А я вам скажу, почему. Потому что это абсолютно два. Они несравнимы в своей сути. Но и тот, и тот, и тот... Это экономическая система. И если мы разделим фашизм и нацизм, вот тогда мы сможем нормально и четко оценить, что такое фашизм и что такое... Просто так получилось, что нас всю жизнь, там, в Советском Союзе, нам же не рассказывали, что фашизм это экономическая система. Нам говорили фашисты. Вот немцы, фашисты. Ну, окей, да, может быть, они и фашисты. Но они, не все немцы, были нацистами. Поэтому это очень важно разделять. И поэтому я хочу, чтобы наши радиослушатели все понимали, что вот эти процессы должны быть над людьми, которые нарушают законы прав человека, которые нарушают законы вообще общества. Но, будучи... Имея в стране систему экономическую фашизм, никто ничего не нарушает. Просто это такой вот струй. Анатолий, а такой вопрос. Пожалуйста. Имея в стране экономическую систему капитализма, свободного рынка, при этом призывать построить социализм совершенно другую экономическую систему, причем первое прописано в Конституции. Это не нарушение Конституции вообще? Нет, это не нарушение Конституции. Почему? Потому что, опять же, вы же знаете, в демократической стране все решается путем голосования. И если большинство проголосует, вот то, против чего лично я борюсь, я вам говорю это абсолютно открыто. Это против того, чтобы большинство проголосовало за социализм. Так вот, если большинство не проголосует за социализм, а проголосует за то, чтобы остался в стране капитализм, ну так чего их сам судить? Они ничего не нарушают. Они пытаются поменять строй в стране. А если этот строй будет изменен путем демократического процесса голосования, то почему это нарушение? Да, печальная перспектива. О, вот. Вот тут я с вами абсолютно согласен. Действительно, перспектива печальная, если мы не будем в нее вмешиваться, опять же, как путем голосования, путем понимания, путем разъяснения. Вот тогда мы сможем все-таки, во-первых, удержать в стране капитализм, а во-вторых, все-таки, как ячейка общества, мы сможем внести какую-то лепту в то, чтобы сохранить Америку той страной, которая была задумана. Вот и все. Спасибо вам большое, Юрий. Спасибо. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Наша страна уже практически меняется прямо на наши глаза, потому что раньше люди приезжали в студ-дом, пробивались через посольство, и чтобы хоть как-то легализоваться в нашей стране. И они были как бы благодарны этой стране за то, что она их приняла. Да. Вот. А вот теперь практически нет проблем, чтобы войти в нашу страну, достаточно купить билет и остаться тут навсегда. И же выставить очередь через мексиканскую границу пробиться к нам. А вот то, что мы сейчас наблюдаем, вот это четырех этих девочек, которые выступают активно уже за свержение нашей власти, и об этом не надо скрывать, потому что так она и есть. Они хотят, если их не устраивает наш существующий строй, то это не... Мне кажется, что это не их воля и злияние, это желание всей демократической партии. Потому что, посмотрите, никто же из демократов, которые даже стоят чуть правее них, никто же не ругает их за это. Они буквально готовы за них. Вот проголосовали вчера против Трампа за то, что он якобы российский и так далее и тому подобное. А если бы у них были бы Махдеев, то они бы сказали, девочке хватит, уже чересчур перегнули палку. Я думаю, что уже в этом виноваты наши республиканцы тоже, потому что никто же не заступает за нашего Трампа. Да, они проголосовали вчера за него, как бы, даже четвери с них выступили против. Да. Но мы же не видим, никто же не говорит, вы, девочки, такое-то-сякое. Они молчат, а они пользуются. Я помню в лес, вот те, которые больше кричат, те больше получают. Вот они и пользуются этим. Скажите мне, у меня к вам есть такой вопрос. Вы считаете, что они этим пользуются, потому что в палате представителей на сегодняшний день большинство демократов, как вы считаете, если бы в палате сегодня было большинство республиканцев, возможно ли была вот такая вот четверка, которая бы мутила воду? Я вам скажу, вот давайте вернемся мысленно вот в 2010 году, как-то после того, как Обама ввел в это нарушение всех законов, скажем так, Обама керствовал, то народ выступил против. И они проголосовали уже в 2010 году за республиканцев. Но демократы оказались умнее, чем республиканцы. Они ввели туда огромное количество своих странских коней. в республиканскую партию. И они через чайную партию ввели. И вроде бы демократов, республиканцев было больше, а толку от них было гиро. Они голосовали так же, что пожелает там, я имею в виду Обама. Молча голосовали. Все возмущались. Давайте, я понимаю. Ребята, мы же вас выбрали. Что же вы делаете? Мы же против, были обама кер. Да. Ничего. Вот смотрите, поэтому я вам задаю этот вопрос. То есть вы правильно все сказали, рассказали, это все хорошо. Но вы на мой вопрос не ответили. Вопрос был поставлен так. При большинстве в палате представителей, вы считаете, вот эта четверка имела бы такой же успех, который она имеет сейчас, в палате, которую содержат демократы? Они бы имели бы успех в любом положении, потому что это не имеет значения. Эти конгрессмены, я имею в виду демократы, они ничего сегодня не решают. Да, они... Окей, стоп. Вот тут, я прошу прощения, вот тут я должен с вами, даже с вашим мнением, не согласиться. Почему? Вчера проголосовали за за ту кондем или осудить Трампа за его поступок. Если бы в палате было большинство республиканцев, вы тоже считаете, что республиканцы бы проголосовали большинство за то, чтобы осудить Трампа? Ну, конечно, нет. Так, вот давайте, вот отсюда, давайте поподробнее. Значит, если бы в палате было большинство, во-первых, вот эти выступления этих четырех, как вы их назвали, девочек, я их называю негодяек, во-первых, оно бы не имело вообще такого эффекта. Раз. Во-вторых, если бы кто-то из демократов даже дернулся постараться как-то осудить Трампа, это предложение было бы опровергнуто большинством республиканцев. Правильно? Ну, не большинством, но некоторые республиканцы проголосовали бы против, вот так ровнее. Окей, еще раз, есть, послушайте, давайте говорить, ну, мы же серьезно разговариваем, правда, мы же не просто так. Значит, если в Конгрессе большинство, я имею в виду в палате представителей, то большинством бы проголосовали против, вы согласны или нет? Да. Да. Так, если они проголосовали, если, то есть, получается, к чему я это все веду? К тому, что единственный вариант республиканцам как-то опять вернуть власть в свои руки, они должны а, удержать Сенат, б, забрать палату представителей опять под свое большинство, и, дай бог, Трамп победит как президент. И вот тогда вот эти все четыре девочки, вы увидите, как они быстренько исчезнут в никуда. Потому что не будет вот той благоприятной почвы, из которой они вырастают. Вот к чему я это все веду. Что единственное вот те люди, когда говорят, наша страна движется там непонятно куда, неизвестно. Наша страна может быть абсолютно счастливой, богатой и замечательной страной только в одном случае. Если вот такие, как вот эти четверка, почему-то эта четверка не выскочила в то время, когда было большинство республиканцев в палате. Почему-то эта четверка даже не упоминалась о ней до восемнадцатого года, ведь мы же это все понимаем, что они получили вот эту всю почву благоприятную именно в восемнадцатом году, когда их выбрали. Но самое интересное то, что их выбрали абсолютным меньшинством, потому что люди просто не вышли голосовать. Поэтому я это все веду к одному и спрашиваю вас эти вопросы наводящие только по одному, чтобы люди наши понимали, я имею ввиду наши радиослушатели и вообще в принципе, что все это можно абсолютно спокойно нормально поправить, не надо бросаться в панику, просто нужно понимать, за кого голосовать и кого избирать. Спасибо вам большое. Добрый день, вы в эфире. Алло, добрый день. Добрый. Господин Червец, можно ответить на ваш вопрос? С удовольствием, Вадим. Вы послушайте, это все происходит из-за миллениалов. Вы знаете, кто это такие? Они даже обогнали поколение бэби-бумеров. Это родившиеся в конце там 80-х и 2000-х годов. Это первое. Второе. Исследования показывают то, что Варвара говорила, там, ну, я с ней спорить не буду, потому что каждый прав в своем заблуждении, может и я. То, что исследование показывает, говорит о том, что миллениалы не столько знают идеологию социализма, они, может, ее и вообще не знают, сколько они недовольны экономической ситуацией. А каждое поколение будет недовольны экономической ситуацией, потому что все хотят сейчас сразу много. Согласны с этим? Абсолютно. Абсолютно. Вот это то, что я хотел услышать. Я, дело в том, что вам хочу сказать. Пускай не думают, что финансисты, промышленники и прочие дадут переделать социальный строй. Я в этом очень сомневаюсь. Я тоже. Такое мое мнение. Я тоже. Спасибо большое, Вадим. Абсолютно. Добрый день. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Да. Я хотел немножко вернуться назад. Пожалуйста. В суду в Киеве. Во-первых, они приравняли коммунизм и нацизм, а не фашизм. О, вот это совсем другое дело. Вот это они тоже самое неправильное. Во-вторых, фашизм, он больше политическое, чем экономическое, потому что он жесткая диктатура, заглушение всех, это чисто политическое. А в рамках фашизма может быть и капитализм, потому что в Германии, например, Хенкель, Мессершмитт, это все были частные фирмы, которые основаны на Китае. А вот в Испании и Португалии больше было социалистическое. То же самое при коммунизме. В Китае там и социалистическое есть. Так что фашизм, он больше политический. То есть он задавление, уничтожение, убийство, свободные мысли. А внутри него может быть, а нацизм, это, конечно, фашизм плюс национализм. Плюс национализм. Абсолютно. Да, получается гитлеризм, который вобрал в себя и расовую концепцию, и элементы фашистской диктатуры. Ну, в общем, это такой специфический. Абсолютно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Анатолий, я считаю, что вы совершенно верно поступаете, когда призываете людей вернуться к дефинициям. То есть к определениям вещей, слов, понятий и так далее. Вот вы верно сказали, что Нюрненбергский процесс был над германским, причем учтите, германским нацизмом. Там никакого другого не было. Конечно. И это были победившая коалиция. Советский Союз, Соединенные Штаты Америки и кое-какие страны. Если человек хочет судить коммунизм в Киеве, пожалуйста, пусть он организует киевский процесс. Но он должен быть победивший над чем-то... Над чем-то и над кем-то. Абсолютно правильно. Да. А так, это пустые слова. Конечно. И причем это его дефиниция о том, что коммунизм, скажем, была осечка у Советского Союза, но никто не может сказать, что в Советском Союзе был какой-то кошмарный строй. Мы все оттуда и там ничего. Были определенные притеснения и с этим все согласны. Но там ужасного такого... Я не говорю сталинское время. Я при нем не жил. Я говорю 60-е, 70-е, 80-е годы. Называется годы застоя. Вот я считаю, что люди должны пользоваться четко понятием. Абсолютно. Вот в том-то и дело. Почему я пытаюсь вот это вытащить из людей, я вам объясню. Я, когда внимательно слушаю выступления людей по телевизору, когда я читаю статьи в газете, нас специально, я имею в виду нас, потребителей, специально забрасывают таким количеством каких-то непонятных определений и пытаются нас убедить, что эти определения значат именно вот это. А мы должны четко и отдавая себе отчет понимать, что то, что они делают, они просто, как говорится, нас пытаются запутать в трех соснах. И если мы будем четко понимать, о чем идет разговор, вот тогда и думать, и мыслить, и делать свой выбор будет намного легче. Вот поэтому я пытаюсь как-то определить ситуацию. Анатолий, вы мне дадите еще полминутки одну вещь? Пожалуйста, говорите. Значит, вот я просмотрел Акасия, как его там? Кортес. Кортес или? Да, да, да. Еще там целый ряд людей, демократы, да? И мне вспомнилась одна вещь. Я сторонник, есть определение нации. Лучшим мире считается определение, данное Сталиным в тринадцатом году. Он еще Сталином не был. Это было в Вене, в Австрии. книга «Парсизм и национальный вопрос». Так он определял нацию, совокупность людей, которые живут на одной территории, имеют одну экономику, язык и культурный код. Очень важно, культурный код. Когда приходят люди, как Акасия, Кортес и подобные, они принадлежат другому культурному коду. Они меняют понятие нации. Это не та нация, в которую я приехал там 18 лет назад. Или, скажем, 40 лет назад. Это не та нация. Да. Потому что эти люди пытаются изменить культурный код. А без культурного кода нация теряет свою суть. Абсолютно. Единственное, что я хочу добавить к вашему определению, это то, что я хочу, чтобы наши радиослушатели, по крайней мере, те, которые меня слушают, чтобы понимали одну вещь. Вот то, что вы слышите, исходящее из глоток и ртов вот этих четырех дам, поверьте мне, это абсолютные марионетки. Никто, ни одна из них не имеет достаточно ни образования, ни культуры, ни знаний для того, чтобы говорить те вещи, о которых они говорят. За ними стоят абсолютно четкие кукловоды, которые ими, это просто они, как говорится, говорящие челюсти. Никакого отна... И их выбрали специально, посмотрите, как их подобрали. Порториканка, две мусульманки и черная. Вот вам, пожалуйста. Дорогие друзья, у меня... Я согласен. Спасибо вам огромное. Спасибо всем за то, что вы участвовали. Очень интересно. Я очень рад, что я услышал ваше мнение и я думаю, что мы еще не раз продолжим эти разговоры. А пока рекламная пауза. Субтитры создавал DimaTorzok